Здравствуйте! Вы смотрите теледискуссию в студии Рея. Я Нино Гелашвили. Быть может, в скором будущем продажа земли иностранным гражданам будет запрещена Конституцией? В настоящее время основной запрет на продажу земли является мораторий, установленный парламентом. От кого и от чего защищает себя Грузия? Как это отразится на экономику страны? И какие аргументы у сторонников и противников идей? Об этом мы будем говорить с гостями студии. У нас сегодня в гостях Матхе Кардава, представитель экспертного центра экономической политики. Теона Закарейшвили, главный юрист Организации международной прозрачности Грузии. Марьям Джорджадзе, директор ЭЛКАНА. Ирина Павлишвили, президент профессионального союза фермеров и работников сельского хозяйства. Большое спасибо за участие в нашей передаче. К сожалению, представители большинства не смогли принять участие в дискуссии, хотя мы периодически будем вспоминать их аргументы в связи с этой темой. Госпожа Ирина, у вас невосредственное отношение к фермерам, и вы разделяете идею запрета. Интересно, какие у вас аргументы? Почему вы думаете, что необходим запрет на продажу земли иностранным гражданам? Я приветствую вас и ваших зрителей. Благодарю за приглашение. Это настолько значительная тема, что мы ходим ко всем. Для ее обсуждения. Тема запрета земель является наиболее болезненной для Грузии, особенно для жителей регионов. Мы интенсивно ездим в регионы, встречаемся с фермерами и знаем, насколько значительным было отношение властей к этому вопросу. Это произошло не спонтанно. Многие организации провели большую работу. Среди них надо отметить Национальную академию Грузии, которая не раз обращалась с призывом о том, что необходим запрет продажи земли. Во-первых, мы малоземельная страна. Во-вторых, мы находимся в режиме оккупации. У государства нет маркированной границы с соседями. У нас маркированная граница с Турцией. Хотя завершается срок Карского соглашения, и мы можем оказаться в такой же ситуации с Турцией, как и с другими соседями. Необходимо помнить и о ползучей аннексии со стороны России. Никто не говорит, что происходит в стороне с Азербайджаном и Арменией. В Менгачаури на 11 километров перенесена граница, и мы ежегодно теряем большую территорию. К этому добавляется и то, что мы не знаем, какой площадью владеем. То, что мы потеряли, защищая кровью свою землю, и то, что мы теряем изменением категории земли. Когда в 2013 году был объявлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, и нам в этом деле принадлежит большая роль, началось изменение категории земли. Сельскохозяйственные земли переходят в категорию несельскохозяйственных земель, и мы получили перевод целого ряда земель в категорию несельскохозяйственных для создания арабских, индийских, китайских сел. Это является бескровной оккупацией страны. Вы думаете, что если иностранный гражданин купит землю, это означает, что он отнесет ее к своей стране? Нет, я не говорю об этом. Тут не о присоединении речь. Просто в скором будущем мы окажемся в этническом меньшинстве. Во-вторых, в соответствии с законом, приграничная территория является неприкосновенной. До 2010 года посредством знакомства родственных связей произошло отчуждение земель. 3000 единиц отчуждены. Из них 70% уже переданы иностранцам. Это зона, которая фактически не защищена. Большое спасибо. Госпожа Теуна, является ли это для вас аргументом? Приветствую вас и ваших зрителей. Спасибо за приглашение на дискуссию. Действительно, это актуальная тема. Хотя, насколько верными являются шаги со стороны правительства, это отдельная тема. Речь шла о различных аргументах, которые касаются запрета отчуждения земель. Да, мы можем обсудить каждый аргумент. В первую очередь, сельскохозяйственные земли для установления для них определенных регуляций, что известно для многих стран. Но надо выяснить, с какой целью и какие устанавливаются регуляции. То, что сельскохозяйственные... Нельзя менять категорию сельскохозяйственных земель и использование ее в других категориях. Эта цель не может оправдать запрет на его продажу. поскольку этот вопрос можно урегулировать и расписать принципы, которые не будут связаны с гражданством. Если мы говорим, что земля является особым ресурсом и что мы ее можем потерять, то надо сказать, что эта опасность существует не только в том смысле, что она может идти со стороны иностранного гражданина. Любой владелец земли, в том числе и гражданин Грузии, может нанести учерб установление регуляций только по принципу гражданства и с учетом того, что мы не хотим, чтобы иностранец купил нашу землю, такой метод не оправдает себя. Мы слышим аргументы, что вот они приедут и будут здесь жить. Законодательство Грузии предусматривает возможности иностранцев, живущих в Грузии. В Грузии может появиться собственность у иностранца, но у нее не будет права жить в Грузии и обретение собственности на землю автоматически не означает их возможность жизни в Грузии, тем более с семьями и с потомством, друзьями и родственниками. Вы можете поехать в другие страны, где вы будете иметь возможность приобрести землю, но это не будет означать, что автоматическая возможность жить в этой стране. Законодательство Грузии подобным образом учитывает эти регуляции. Любой иностранец может приобрести землю, но это не означает, что он с друзьями и с родственниками переедет жить в Грузию. Третий вопрос – буферная зона, пограничная зона. Эти вопросы также расписаны в разных законодательствах. В Конституции Грузии говорится, что определенные категории земли водные места, линии электропередач, стратегически значимые объекты и их отчуждения входят в особую компетенцию. И это регулируется. Соответственно, в первую очередь, необходимо обратить внимание на это законодательство и сказать, что если у меня был записан один километр, теперь пограничной зоны, теперь мне нужно два километра. или если мы видим какую-то опасность, можно дополнительно установить какое-то ограничение. Но в чем виновен живущий в Цхалтубо христианин, у которого была сельскохозяйственная земля, как единственная собственность? В этих селах у жителей была единственная собственность земля. Произошло отчуждение земель при Шеварднадзе. Единственная его собственность земля. И мы ему говорим, что ты не можешь ее использовать в свободном обращении. Ты не можешь продать ее кому хочешь в соответствии с ценой. Только в той категории, которую тебе скажет правительство, банки не будут заинтересованы, поскольку в банковских капиталах есть иностранные инвестиции. И это означает, что устанавливается ограничение для этих капиталов. И банки уже не интересуются этой землей. Он не может свободно продать эту землю. Надо сказать этим гражданам, что инвестиции, которые могут входить, они не будут поступать. Я хочу добавить, что когда правительство принимает такое решение, в первую очередь надо поговорить с людьми и в точности объяснить им, какие будут последствия, а потом провести расследование, какой это будет иметь экономический эффект для граждан, какие будут преимущества для бюджета и государства. Представители власти как раз говорят, что они осуществляют волю народа и что это их потребность. Это значительный аргумент. Поэтому мы говорим, что необходимо больше разговоров на эту тему, чтобы те страхи, которые существуют, что, мол, приедут и отнимут у нас землю, над этим должно работать государство, чтобы приезжий не имел возможность приехать с семьей и с родственниками. И мы вернемся к этой теме. Госпожа Мария, считаете ли вы необходимым мораторий? И впоследствии поговорим о Конституции. Я разделяю необходимость моратория, хотя внесение поправки в Конституцию я противник этого. Вопрос моратория необходим. И он объясняется тем, что в настоящее время у нас нет полноценной реформы, земельной реформы. Вот такое у нас положение. Прихватизация земли наблюдается везде. И часто банки, крупные корпорации стараются прихватить землю, особенно в таких местах, где земля имеет большой экономический потенциал. хотя на сегодняшний день в Грузии мы не имеем подобного рода случаев. И очень жаль, что такое решение, что необходимо запретить продажу земли иностранцам. в этом я разделяю мнение Теоны и ее аргументы. Но мы имеем дело с другим вопросом. у нас неупорядочено законодательство о земле. Поэтому возможно установить временный мораторий, но это значительные вопросы, и их необходимо быстро решать, чтобы в будущем земля не потеряла цену. Я хочу добавить и правой элемент, что касается моратория и запрета. Рассуждение на эту тему началось с 2012 года относительно запрета. Было заявлено, что это неконституционно. И потом повторилось то же самое. Конституционный суд заявил, что 2012-2014 года действующий мораторий действовал потому, что необходимо было усовершенствование законопроекта. В течение четырех лет это время ни на что не было использовано. и было просто решено, что сейчас надо запретить. Знаете, что интересно? 2012 года, сегодня 2017 год. Проекта нет и сегодня. Внесли один законопроект в парламент и вынесли обратно. В настоящее время никто не может сказать, написанного варианта не существует. Какая может быть формулировка в новой Конституции? Хотя редакция статьи неизвестна. И сегодня мы говорим о моратории, о запрете. И будто бы будет такой запрет. В течение пяти лет не было ни одного закона, ни одной регуляции. и в проекте Конституции мы говорим, что будет такой или такой вариант. Такой подход занял Конституционный суд. И какие аргументы для продления моратория? Когда ни одна из целей, которые ты наметил, ты не принял ни одной регуляции, не написал ни одного закона, не провел исследования, о каком моратории может идти речь. Если необходима какая-то регуляция, чтобы спасти земли, это возможно. Но мотивация этого спасения в течение пяти лет, если мы не будем знать, что будем делать, и что будет записано в Конституции, это уже проблема. Госпожа Мария говорила, что в связи с землей законодательство очень неопределенное, что в Грузии не оценена земля, и для того, чтобы иметь такой продукт, ты должен знать, что вырастает на этой земле, и в этом смысле продажа земли неоправдана. Что касается земли, правильно, то, что она должна продаваться по той цене, которая имеется на рынке. Есть тысячи покупателей и продавцов земли. В Сирнахе, в Кахете, сколько стоит земля? но в конечном счете это лишний труд. Сколько она будет стоить Сирнахе? Это реальная цена, по которой она продается. Мы на разных позициях, и в принципе это нормально. В этом и есть суть дискуссии. Это нормальный процесс. Что касается приграничных территорий, там не должно быть земли в государственной собственности. Почему? Представим себе, что вам принадлежит земля, допустим, на границе. Граница была перенесена со стороны оккупантов. Что потом происходит на вашей земле? Вы можете, допустим, иметь землю в Москве, но быть может, вас не пустят в Москву, объявят вас с персоной нон-гратой. Кому тогда принадлежит эта земля? Во всех случаях, это земля ваша. Но если, допустим, агрессивный политический субъект, у вас собственность, и этот агрессивный субъект отняло у вас землю в Москве, это означает, что тот же немецкий инвестор увидит, что если землю отнимают у грузина, то придет время и отнимут у меня. И если так поступит агрессор, то у него провалится экономика. Убежит швед, датчанин из Москвы. Поэтому мы должны оставлять землю не в государственную собственность, а наоборот, делать ее частной. Я не знал, что 3000 земель было продано. Одна часть принадлежит мне. Это на границе с Арменией. Я не собираюсь ее продавать. Да, но очень многие продали. Многие продали. Но если земля будет в государственной собственности, я предпочитаю, чтобы она была в вашей собственности или в собственности Нино. В этом случае она будет более защищенной. логично. Это самая лучшая защита. Хотя худшим вариантом является то, что я и в предыдущей передаче говорил, чтобы эти земли продавало государство. Я категорически против. Я хочу, чтобы земли были у граждан, а потом давайте будем их продавать. А когда диверсифицирована собственность, 2-3% наших земель даже транснациональная компания не сможет купить так внезапно. Интересный аргумент. У нас есть возможность послушать позиции инвесторов. Наша журналистка Ия Асатьяни была в Кахетти и говорила с индийскими инвесторами. Мы имеем возможность узнать, о чем они думают в связи с новыми ограничениями в законодательстве. Я приехал в Грузию в 2012 году. Я фермер и в Грузии занимался фермерством. Мы много работаем в фермах. В 2012 году купили землю и с тех пор здесь работаем. Когда мы приехали сюда, здесь было очень много неиспользованных земель. Мы начали культивировать землю. и в 2012 году была запрещена продажа на иностранцев. Потом это было отменено. Если они вновь несут этот запрет, то положение в сельском хозяйстве ухудшится. И мы больше не сможем приобретать землю. И люди перестанут приезжать в качестве фермеров. Сельское хозяйство будет ухудшаться. Это примерно 50 гектаров. И 50 гектаров на другой стороне. Мы сеем и жнем. Многие индийцы приехали сюда и купили земли. Теперь говорят, что нельзя покупать землю. Для меня это плохо, и для Грузии плохо. Если сюда придет инвестор, тут земли не обработаны. Из Индии пришли многие, посеяли здесь пшеницу. государство должно быть заинтересовано в том, чтобы мы не продавали землю иностранцам. Жалко этого человека, но государство должно быть заинтересовано, чтобы не продавать земли. У меня было 86 гектаров, а теперь 16 и мне их надо продавать, потому что не знаю, что буду делать с урожаем и какая у него будет цена. Когда я беру долг, я должен знать, что у меня останется. долги, какая сегодня себестоимость? Она продается меньше этой себестоимости. Говорят, нельзя продавать частному лицу. Теперь мне приходится покрывать долги. если я должен кого-то просить принять урожай, чтобы как-то покрыть банковскую задолженность. Но я все же вынужден продавать. Заплатят ли мне деньги индейцы? платили 3000 долларов, но я не продал. Но теперь вынужден продать. Что мне делать с этим банком? Как от него избавиться? Вот такая ситуация. вы из того муниципалитета, о котором говорили индийские фермеры. Какова позиция фермеров? Пока я продолжу эту тему, хочу коснуться к предыдущей теме. Что касается прихватизации, это непридуманный факт, это существует официальный документ, который был издан в качестве учебника в 2012 году. 120 стран подписали. Что касается разумного использования земли, из этих 128 стран в нее ходит и Грузия. одним из пунктов этого документа в нем говорится о прихватизации земель. После глобальной голодовки 2007 и 2008 годов со стороны развитых стран начался проект того, как прихватить земли у слабых стран. мы относимся к азиатским странам, к востоку и после этого началось вхождение в Грузию иностранцев. Что касается индийцев, как они себя чувствуют? Вот кого защищают ваши профсоюзы? Только грузинских фермеров? Нет, это не имеет значения. Тут нет никакого противоречия. Мы защищаем фермеров и сотрудников сельского хозяйства и больше защищаем от государства, друг от друга. В том числе иностранцев. Да, если они к нам обратятся, но пока что надо защищать только грузин. Хотя бы те же индийцы, которые от частного лица купили земли, зарегистрировали ее. И она была передана в аренду фермерам. И сегодня грузинский фермер не может войти на свою землю, которую он взял в аренду. И государство не заботится о том, чтобы защитить этого фермера. Вот такая курьезная ситуация. Я согласен с коллегами, которые говорили, что нет никакой законодательной базы. У страны нет земельного кодекса, тогда как страна является аграрной. Первым документом должен быть земельный кодекс, где все должно быть расписано. У нас нет никаких данных. В настоящее время у страны нет реального хозяина земли. Почему я об этом говорю? Во всех министерствах существуют ведомства и департаменты, но реально никто не знает, кто что делает. И не дается ни экономическая, ни финансовая оценка. Я опять вернусь к индийцам. Они не являются инвесторами. Они просто фермеры. Они купили землю и обрабатывают ее. Так же, как и мы. Но они трудоустраивают местных жителей, развивают бизнес. Вы это не рассматриваете? Какой они развивают бизнес? Выращивание пшеницы? Они сами работают? Не имеет значения. Есть мировой опыт того, как люди приходят, получают продукт на земле и забирают этот продукт в свою страну. Это частый случай. и также часто бывают случаи, когда большая часть земли в государственной собственности. Например, на Мадакаскаре такое произошло. Государство владеет сельскохозяйственными землями и получилось, что примерно три четверти земель были переданы иностранцам, китайцам и индийцам для получения продукции. не было соответствующей законодательной базы. Таких случаев много. Но иностранные фермеры в конфликте с грузинскими фермерами, грузинские фермеры против того, чтобы продавать землю иностранным фермерам. Вот у меня есть непосредственные отношения с фермерами. тут нет разницы между иностранными и грузинскими фермерами. Тут вопрос касается прихватизации земли. Отнимет ли у тебя землю грузин или завоеватель или иностранец? Когда речь идет о запрете продажи земли на иностранцев, это означает игру на эмоциях, а не решение проблемы. Я согласен с госпожой Теоной, что мораторий не должен продолжаться вечно. Он может существовать в какой-то период, но в этот период такие вопросы, как опись, регистрация, определение статуса земли. На сегодняшний день в этом смысле у нас плохая ситуация. Большое спасибо. Госпожа Теону, в начале беседы вы сказали интересную вещь, и потом мы не коснулись ее. Что происходит? Изменение статуса земли. И это вызывает сомнения. Фактически мы теряем сельскохозяйственную землю, которая становится не сельскохозяйственной, и она уже подготовлена для продажи. А в чем тут проблема? Правильный акцент? Получается так, что если у нас проблема с изменением категории земли, не только в Конституции, но если даже мы поклянемся, что не продадим сельскохозяйственную землю, если мы поменяем ее категорию, то мы от этой регуляции освобождаемся. И появится обходной путь. И этот путь будет таким. кому удастся посредством коррупции или посредством знакомств удастся продать или купить какую-то категорию земли, предварительно он меняет статус и свободно покупает или продает эту землю. В чем опасность? Мы даже не идентифицировали опасность. Правильно было сказано, здесь манипуляция на эмоциях, играют на эмоциях народа. Если нам говорят, если вы владеете сельскохозяйственной землей, допустим, в Терджорском районе, вы не сможете сообразить, кому продать землю. Я говорю государству, вот ему продавай, а этому не продавай. И государство оставляет за собой право исключения. Но если я владею землей в городе, мне государство не устанавливает регуляцию, и говорит мне, мол, ты сам соображай, как поступить, и оставлять для себя такое исключение. Я как государство, главный владелец земли, у меня будет исключение, и я буду распоряжаться этой землей. Я говорю, что если предметом защиты является земля, ресурс, то ресурсы надо защищать от неправильного использования, а непосредством установления гражданства его собственника. Я не слышал ни один аргумент, почему житель Америки, некий Джон, нанесет больше ущерба, чем житель Грузии. Я, Теона, который самостоятельно придется принимать решение. У нас не может быть разницы из-за гражданства. Если государство говорит, что оно хочет защитить значительный ресурс страны, землю, от неправильного использования и нецелевой растраты этого ресурса, можно привести много аргументов. Давайте защищать землю правомерно. Что касается запрета в Конституции, если этим людям объяснить, какой ущерб принесет то, что, допустим, сегодня квадратный метр стоит лари, а может завтра он не будет стоить и лари, и единственная собственность не будет использована ни во время банковского кредита, ни во время купли-продажи, если это объяснить, необходимо, чтобы люди имели правильную информацию и чтобы мы защитили землю от тех вызовов, которые ей угрожают. Большое спасибо. Как отражается это ограничение на экономике Грузии? Я уверен, этот процесс будет иметь влияние на текущие процессы. Конечно, это неприятная вещь, нежелательное явление, то, что государство продает землю и приезжают менее успешные фермеры. Не знаю, какого типа этот фермер, но это менее успешный фермер. Ферреро гораздо более успешный, чем индийский фермер. Я против него ничего не имею. Это соучастие. Может быть, что бы я желал. Я не против индийца, но я хотел, чтобы было бы больше ферреро представлено в Грузии. Но как это можно сделать? Непосредственно законодательством по закону можно поменять статус и продать землю. Были эффективные свадьбы. Он может жениться на грузинке. индустрии. Если бизнес интересы совпадают, мы не можем застраховаться. Поэтому мы избавимся от этой опасности, если земля будет дорогой. Поэтому индийец приехал, он бы мог поехать в Англию, но там дорогая земля. если мы хотим защитить землю, она должна быть дорогой. Ферреру, если ему нужна земля, если она будет стоить 30 тысяч евро, он все равно ее покупает. у него есть финансовый ресурс. Если у него стратегический интерес, он покупает. Поэтому было бы правильным, чтобы государство отказалось от продажи. Это должно быть нашей собственностью. После этого повысится цена земли, и проблемы будут урегулированы, о чем мы столько времени говорим. Главное определить, кого можно назвать инвестором, и кого можно назвать приезжим фермером. Все, кто покупает землю в Грузии, не все являются инвесторами. Он одноразово заплатил деньги, но при этом ничего не происходит. Ферреру вкладывает инвестиции, и от проданных земель может быть всего 3%. Эта деятельность означает, что один ферреру или 10 фермеров, которые были, 10 фермеров не давали нам больших инвестиций, а их давал Ферреру. Сегодня Ферреру больше не придет, поскольку у кого имеются интересы осуществить инвестиции, Ферреру идет в Грузию потому, что для него тоже привлекательно. Не такая высокая цена земли, все это можно легко сделать и Грузия должна конкурировать с развитыми странами, правовыми системами. Это один из существенных факторов, который напугает бизнес, когда сегодня один закон, завтра другой, сегодня запрещено, завтра разрешено, потом конституционно запрещено. Все это дает бизнесу сигнал, что тут нет стабильности. Если я принесу 100 миллионов инвестиций, я буду зависеть от того, какой будет настрой в обществе. Если народ рассердится и рассердится правительство, мне установят регуляции такие, что эти 100 миллионов, которые я сюда привез, я доверился этому государству, они все это изучают и мы встречаем их. И таким образом, что в течение пяти лет мы не можем решить, что происходит. Поэтому ничего и не меняется. Поэтому американская конституция не меняется. Мы далеки от Америки, но элементарно я не могу не сказать, необходимо, чтобы регулирующая комиссия управляла землей, а не министерство экономики. У земли должен быть один реальный хозяин, который все это будет регулировать. Сельское хозяйство является проводником политики министерства сельского хозяйства, и у них нет отношений с этим министерством. Вы не разделяете высказанное мнение. Я понимаю, что тут разные аргументы, но министерство экономики действительно не должно быть продавцом земли. Что касается регуляции, у меня противоположное мнение. Регуляцию можно перенести, если бы министерство экономики выключилось бы из этого процесса. Госпожа Мария, вот когда приходит иностранец, он приносит свою культуру, когда например вошли немцы, это оказало большое влияние на развитие сельского хозяйства и сами христиане и фермеры отмечают, что они изучают какую-то технику, вводят технику, технологии. Это не так? Для сегодняшнего развитого мира обязательно кто-то должен прийти и научиться. Необходимости этого нет. Сегодня все можно узнать посредством интернета. Мы уже не закрытая страна, но когда сосед дает тебе пример того, как он получает больше урожая, не надо делать такие акценты. все хорошо помните засуху 2014 года. И этот мой сосед индиец пострадал так же, как и я. Потом в уставе показало совершенно другой участок земли. То вот, мол, индиец стал богачом, а реально они объединились и стали продавать землю. Например, Града, грузин, который был за рубежом и имел информацию, динамичный хозяйский работник из Руиспири был там несколько раз посредством старых методов. Он восстановил побитый градом виноградник и будет иметь такой же доход, какой я ожидал до этого. Тут очень важно обучение, потому что это 70-летнее советское государство нашего хозяина превратило в рабочего в больших хозяйствах. И принятие решений в связи с хозяйством им это сложно до сих пор. Это главная проблема. большое значение имеет то, чтобы была бы поддержка молодым людям, чтобы они приобрели землю, поселились на этой земле и развить свое хозяйство. Что касается происхождения, будь то иностранец или местный, какие у них между собой будут отношения, поженятся или не поженятся, это право предоставляется каждому в отдельности. С одной стороны, логично, когда приходит человек из другой культуры, у него другая культура, другой опыт, что в этом плохого? Вы правы. Век назад это имело большее значение. Сегодня так развиты технологии, что это сегодня гораздо легче. Но неплохо то, что человек может привести какую-то технологию. В этом нет ничего плохого. Но выявилась одна проблема. Принятие решений осложняется дефицитом финансов. Дефицит финансов вызван тем, что земля, которую они владеют, обесценена. В вашем сюжете была беседа одного фермера, что из 86 гектаров он продал 60 гектаров. он продает потому, что эти гектары стоят копейки. Максимум 50 тысяч долларов. Если бы это стоило 5 или 10 миллионов, тогда он мог бы не продать и трех гектаров. Человек держится за имущество, и возможно он обработал бы ее, привлек бы дополнительные инвестиции. Поэтому главная проблема в том, что земля обесценена, и причина этого в том, что государство никак не может расстаться с землей. Господин Мате, понятно, что маленькая земля не приносит большой доход. Да. Это я и хотел сказать. Швейцарии какой-то фермер может владеть полгектаром, но он может быть настолько конкурентоспособным, что на американском рынке у него будет своя ниша. Но хотя, конечно, зерна может не быть на одном гектаре. Но есть культуры, которые очень выигрышны, даже на одном двух гектарах. Но если необходимо укропление, то это должно произойти. А об этом было много разговоров. Были аргументы, что вот у нас мало земли, и поэтому плохи дела. Пусть земля будет более дорогой. Этот вопрос можно свободно решить. Он сам решит, продаст, купит или будет иметь от нее инвестицию. Покупатель, чтобы просто иметь землю в активе, таких мало. В основном человек покупает землю с какой-то целью. Соответственно, мы говорим, чтобы у этих людей была бы возможность решать, что можно получить от своей собственности. надо дать молодым возможность вернуться в село, купить земли, построить дома и жить там. Я был председателем правления в одном селе, когда шла приватизация земель. максимально старались, чтобы у каждого села было бы свое пазбище. Первое, что сделало государство, осуществило отчуждение этих земель. Ни у одного села нет возможности расшириться. Хотя бы сокращение количества скота в селах вызвано тем, что у них не осталось пазбище для скота. Причина в том, что повысился уровень сельского населения. Да, это произошло по причине государства и в частых случаях земля может не быть отчужденной, но она не принадлежит жителям села, и это вызывает большие проблемы. Да, такое случалось нередко. Иностранцы вовсе не являются причиной конфликта в связи с землей. причина в неправильном управлении земельными ресурсами. И так будет все время, если не присмотреть за этим. А просто запрет это будет просто источником дополнительной коррупции. И земля также может быть отчужденной, стать отчужденной. Так что мы ничего не узнаем. Поскольку нам не будет известно, кто хозяин этой земли. Это должно быть наказуемо. Да, многое попадает под ответственность, уголовную ответственность, но все с запретом продажи земли приводят такой аргумент. Пусть не покупают, пусть возьмут в аренду. Я плохо отношусь к аренде. Иногда взявший в аренду земли считает, что она его. Но это просто государственная земля, которая дана в аренду. Но ему кажется, что это его земля. Большая разница между собственностью и арендой. Если у вас была бы квартира допустим собственность и квартира по найму. Такая же разница. осуществлять инвестицию на землю, которая взята в такую аренду, у нас пример через покупку и найму квартиры. Представьте себе, что у вас есть деньги и вместо того, чтобы покупать землю, ежемесячно вы расходуете эти деньги, они кончаются, квартира не ваша и вам приходится выселяться. Или допустим, вы целиком платите деньги и покупаете квартиру. и вместо денег у вас есть другой капитал, то есть квартира. Большое спасибо. Беда, когда государство выдает землю в аренду, а нормальный процесс, когда человек владеет землей и отдает землю в аренду, это нормальный процесс. Не должно быть коммунальной собственности. Представьте себе, что если вы скажете Ферреру принести инвестицию 100 миллионов, но только на этой земле, ты должен вложить инвестицию 100 миллионов и станет зависим от арендатора. Я могу прекратить досрочно арендный период и повысить цену по своему усмотрению. Или у него может быть грузинский партнер, который может заложить по ипотеке. ферреру и ферреру может в один день узнать, что землю, в которую он вложил 100 миллионов, продал эту землю его владелец. Да. Где-то такое случилось. Арендная земля и собственность это разные вещи. У меня часть земель в собственности, а часть земель в аренде. У меня в аренде земля в пограничной линии. Я одинаково обрабатываю землю. Но есть такой курьез. За арендную землю фермер платит как налог за аренду. Если говорить относительно дома, когда человек сдает квартиру, платит тот, кто является собственником. А мы платим государству плату за его же собственность. Такого нигде нет. Как говорят, ни одна конституция в мире не запрещает запрещение. Нет, в некоторых странах есть запрещение. Конституция не является юридическим документом в Эстонии. В Литве, в Латвии может быть. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Это очень значительная тема. И нам важно мнение населения. И мы очень просим отозваться на нашей странице фейсбука. Поделитесь своими соображениями и также подключатся наши гости к этой онлайн дискуссии. И она будет продолжаться. Студия Рэй, конечно, будет прослеживать этот вопрос. И мы предложим, расскажем, как будут дальше развиваться события в связи с этим вопросом. Большое спасибо, что смотрели нашу передачу. Я прощаюсь с вами. Редактор субтитров